В этом году страна отметит 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но не все страницы летописи самой кровопролитной войны еще исследованы. Тысячи солдат в списках пропавших без вести. Сегодня появилась надежда вернуть имя еще одному неизвестному солдату. Под Ржевом найдено письмо сына к отцу на чувашском языке. Поисковики местного отряда «Защитник» просят помощи у жителей Чувашии в поисках родственников героя войны. Немцы оккупировали Ржев в октябре 1942 года. Полтора года длились бои за Ржевско-Вяземский выступ. От исхода этих сражений зависела судьба Москвы. Гитлер стягивал сюда свои войска для наступления на столицу – Ржевская мясорубка. Так прозвали самые кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, в которой принимали участие больше двух миллионов советских солдат и офицеров. Более 900 тысяч погибли. Долгое время эти данные были засекречены. В боях за Ржев участвовала 139-я стрелковая дивизия, сформированная, как известно, в Чубаксарах. Примерно составлен список, сколько там может быть солдат, потому что там примерно 70% было Чувашии. Там погибло порядка 20 человек в этом месте и пропало около 20 человек, опять же, около района деревни Марины. И с Чувашией конкретно. То есть те, кто могли написать письмо на чувашском языке. И кроме этого есть еще список, там несколько побольше, люди, которые пропали без вести из 139-й дивизии в августе 1942 года. Одному из них и может принадлежать письмо, найденное в воронке под Ржевом. Сообщение об этом появилось на сайте солдат.ру. Поисковики сообщают о том, что найдены останки пяти солдат. Медальонов нет. Но сохранилось письмо, написанное на чувашском языке. Сын просит отца скорее вернуться домой. Сообщает о том, что брат или дядя Сергей умер, вернувшись домой. Мама лежит при смерти. Также рассказывают про братьев Илью и Валерия. К сожалению, не сохранились ни фамилии, ни адреса. Само письмо написано на каком-то документе, и здесь можно разобрать некоторые фамилии. Все это может помочь найти автора письма. Сейчас активисты, присоединившиеся к поискам, сопоставляют фамилии и имена военнослужащих 139-й дивизии, погибших и пропавших под Ржевом, и их семей с именами, упомянутыми в письме. По некоторым сожалению, в Яльстиковском районе, по Максимову, например, так они не смогли найти родственников. То есть, может быть такая ситуация, что он пишет, что там кто-то погиб, мать при смерти, что могли быть, что эти люди, их могли отправить в детдом, например, что у них родственники в деревне могло не остаться. К поискам может присоединиться каждый. У нас есть возможность восстановить имя еще одного героя. Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.